В предыдущем уроке мы познакомились со средой разработки Dugas. Подготовили файловые изображения и иконки, после чего проверили отображение графики на дисплее. Сегодня научимся создавать кнопки с фиксацией или переключателей на дисплее Dwin. В этом нам помогут два инструмента, Beat Icon и Incremental Adjustment. Приветствую, вы на канале Arduino Technologies, с вами Константин. Для реализации кнопки с фиксацией на дисплее Nextion требуется всего один инструмент, о чём я рассказывал в своих уроках про данный модуль. Ссылка будет в описании к видео. С дисплеем Dwin ситуация немного иная. Для реализации кнопки с фиксацией потребуется два инструмента, Beat Icon и Incremental Adjustment. Это связано с тем, что инструменты среди разработки разделены на две группы. Визуальное отображение элемента, а второе – это инструменты обработки нажатия на тачскрин. Из-за звания понятно, что данный инструмент позволяет работать с иконками. В инструкции по работе со средой разработки есть и подробное описание инструмента Beat Icon на английском языке. Применение данного инструмента на практике я уже показывал в проекте управления реле с помощью сенсорного дисплея Dwin. На данной картинке представлено описание элементов инструмента Beat Icon на русском языке. Для работы с битами открывается отдельно всплывающее окно, которое выглядит следующим образом. Здесь нужно поставить галочку нулевого бита для первой кнопки, первый бит для второй кнопки и так далее. Для восьмой кнопки будет седьмой бит. Как видим, мы можем использовать до шестнадцати кнопок. Наверное, вы подумали, что это ограничение Display Admin, и мы можем использовать всего шестнадцать кнопок фиксации в проекте. Это не так. Шестнадцать ячеек памяти по адресу пять тысяч, а для другой ячейки памяти, например, для пять тысяч один, также можно сделать шестнадцать кнопок и так далее. И, наконец, нам нужно добавить иконки. Сами иконки загрузили в проект в прошлом уроке. Ссылка на него будет в описании к видео. Сейчас мы просто выберем файл с иконками 34, из него выбираем иконку для первого состояния, пассивного, и вторую для активного состояния. Кнопка нажата. Поля Icon N0E и Icon 1E можно оставить без изменения. Данные параметры им нужны для создания эффекта анимации. Инструмент Incremental Adjustment обрабатывает нажатие на сенсор. Более подробное описание данного инструмента на английском языке вы можете найти в инструкции, которую можно скачать с моего сайта. Ссылка будет в описании к видео. А на картинке представлено описание на русском языке данного инструмента. Данный элемент накладывается поверх инструмента BitIcon. Также нам нужно поставить галочку Data Auto Uplading для того, чтобы при нажатии на сенсор отправить данные по UART на микроконтроллер. В нашем случае это ESP32 или Arduino. Адрес элементов будет один и тот же 5000, такой же как и у инструмента BitIcon. Чтобы нажатие на touchscreen приводило к изменению нужной иконки, необходимо указать номер бита, с которым мы будем работать. Для первой кнопки это 0, для второй 1, для третьей 2 и так далее. Для восьмой кнопки это будет 7, что соответствует биту иконке, поверх которой наложен инструмент incremental adjustment. И самое главное, правильно настроить обработку нажатия на сенсор. Устанавливаем увеличение при нажатии на кнопку на 1, выставляя минимальное значение 0, максимальное 1. Также обязательно нужно сделать циклическое изменение. Тем самым при нажатии у нас будет меняться 1 на 0, а 0 на 1, что позволит менять иконку и отправлять на микроконтроллер информацию о состоянии кнопки. Также важным параметром является Touch Effect. Тут нужно выбрать Dispossible. Одновременное увеличение значения. Это означает, что при касании тачскрина кнопка изменяет свое состояние всего один раз. Описание кода для обработки нажатия на кнопку с фиксацией. Код я разделил на две вкладки. Все, что касается работы с дисплеем, находится на вкладке Display. Для чтения полученных данных по UART сделал функцию ReadSerial, которую вызываю в основном цикле Loop. В функции ReadSerial, если были получены данные по UART, сохраняем их в массив и поднимаем флаг. Если данные не поступили с дисплея, переходим к их обработке. И чтобы проверку не выполнять бесконечное количество раз, проверяем, понят ли флаг. Если да, то проверяем полученные данные. Затем убедимся, что получили правильный байт пакета данных. После чего переходим к проверке адреса данных. Если первое значение адреса 50, а второе 2 0, то в цикле проверяем полученные данные. Возможно, в коде непонятно, что происходит, так как используется сокращенная форма записи. Если все расписать полностью без сокращения, то получим вот такой вот цикл. Я думаю, так будет более понятно для новичков. Если кратко, то в цикле мы пробегаем по всем контактам, которым подключено реле и устанавливаем значения в соответствии с полученными битами данных. Также нужно сбросить состояние флага и индекса массива для считывания значений по UART, чтобы избежать переполнения массива. В коде прописал функцию отладки, которая помогает понять, какие данные получаются с дисплея и как это все работает. Для этого нужно открыть монитор порта и посмотреть отладочную информацию. Таким образом можно включить и выключить одно реле, а также при нажатии на одну кнопку выключить-включить все реле. Это достаточно удобно. Но для включения и выключения всех реле используется другой инструмент, который рассмотрим в следующем уроке. Схема подключения к Arduino модуля 8 реле и дисплея Dwin. Для проверки, как все работает, можно подключить светодиоды к соответствующим пинам Arduino или же реле, как показано на следующей схеме. Также можно использовать данный код с ESP32. Посмотреть схему подключения и код вы можете на сайте проекта управления реле с помощью сенсорного дисплея Dwin. Также все исходные материалы к данному уроку вы можете скачать с моего сайта. Ссылка будет в описании к видео. Понравилось видео? Не забудьте подписаться на канал, написать свое мнение и предложение в комментариях. И всем пока-пока. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.